вот Артем Денисов задает вопрос старых видео дима активно куражиться перед тяжелыми подходами сейчас настрой совершенно иной холодный серьезный вопрос какими психологической мобилизации ты применял применяешь работе с подопечными идет психологическая подготовка и святого какая ну собственно это уже тоже озвучиваю с тобой ставлю музыку на подходы но все-таки расскажи более развернуто может не ну касаемо музыки касаемо музыки но это просто дальше да есть момент такого что она где-то мобилизует где-то провоцирует вот это вот оптимально я не я про музыку к тому что ты писал соответствую с этой музыкой какой у тебя еще при этом настрой я понимаю я об этом и говорю да вот то есть она провоцирует до сознание определенного там состояния но это больше процентов 5-10 конечно же если говорить о настрое да действительно раньше меня били по щекам замбы значит как вот и называется куражиться и так далее так далее нюхал на шатырь вот кричал кстати интересная история очень интересная история начинайте украины 2000 на кубке украины прошу прощения 2019 года я так хорошо раскуражился что с криками выбежал вот объявили головинский дмитрий установить такой-то вес вес еще не установили как бы вот они должны установить если там приглашается и тогда вот выходишь а я услышал свою фамилию и вот а с криками значит побежала на помост все значит это как-то рассмеялись смешно вот тренер меня заорал куда ты идешь вообще и так далее вот дали кликуху мне тогда крикун смешно вот но я особо тогда не воспринимал секунда прошла этом еще раз вышел пожалуй все на самом деле тогда была очень борьба интересная я тогда жал где-то в районе 230 а прочим я был разжевайкин который жал 250 я был очень сильно заряжен вот как-то настроен на него что вот даже если это за рамками моего моих способностей но очень хотелось приблизиться тогда вот а в последнее время не последнее время вот где-то с 13 года как-то вот состояние начало ловиться на подходе когда у тебя полностью пустая голова вот полностью пустая голова ты на себя смотришь как будто со стороны я не буду но это может быть тема для отдельного ролика рассказывать вот значит как это все достигается и так далее и так далее но вот как будто как тумблер какой-то переключаешь и все это идешь вот как будто как будто под водой скажем так как-то все какие-то замедленные движения такие вот знаешь погружение в себя ты наблюдаешь за собой говорю как будто со стороны вот но удерживать это состояние очень трудно очень трудно я вот писал часто вот тащи не часто вот однажды в отчете написал когда описывал вот подход когда в тройболе выступал у меня очень сильно болело плечо на жиме лежа я первый подход на 270 ударил в стойку его не засчитали вот и второй подход на 270 я знал железно что его пожму ко мне тренер подбежал говорит дима что такое плечо ну я говорю все нормально я ее пожму почему такое было потому что я тогда не думал что плечо настолько сильно скажется на мои работоспособности я сознательно выхожу на первый подход всегда потому что это вес небольшой я выхожу вот не включая это состояние просто вышел в обычном состоянии просто вышел у тебя работоспособность снижена процентов на 20 когда ты включаешь это состояние и это же произошло у меня во втором подходе я выхожу и снаряд просто вылетает все прекрасно аналогичная ситуация была и на прошедшем кубке украины вот я говорили я на первый подход поставил 285 так получилось что мне его плохо подали вот я ударил штангой в стойку вот на второй подход и оставлю 290 и жму их очень легко превосходно вот но есть другой момент вот так вот включив это состояние она может у тебя не включится на третьем подходе и соответственно третий подход 303 мне просто не хватило головы вот не хватило этого состояния тоже ты пытаешься себе его аккумулировать и не можешь в него войти вот пытаешься вот восстановить это стей но не можешь она на секундочку возвращается а потом пропадает это понимаешь что все кино не будет на самом деле когда я пожал 290 на кубке украины я сказал я стоял возле тренера возле секретаря я сказал все от остальных отказываемся проходит две минуты я что-то там подумал помозговал и говорю нет давайте 303 в итоге 303 не пожал вот потому что чувствовал уже тогда что все состояние уже все она кончилась полностью выложился 290 психологически у меня в это очень много упирается очень много огромная часть процентов 20 наверно у меня зависит от этого состояния будет она у меня или нет вот там в рпф например она была 230 я выбежал бахнул 60 бахнул 80 бахнул вот 90 уже не хватило но 80 кстати то учитывая то что я тогда вот на 80 был тогда пик учитывая то что я тогда у меня тогда еще болело плечо я значит 60 пожал у меня она начала болеть немножко семья это в рпф то вот это я выступил на трибуре и поехал на в рпф вот я тогда сразу сказал что я с травмой еду если 200 пожму то хорошо вот но было ощущение да что нормально все я на 280 голову включил все нормально 290 если видели этот подход было просто был легкий толчок с груди и у меня потом штанга не просто меня задавило не просто этом поборолся она просто камнем упала вниз и было было такое ощущение что просто какой-то добрый дядя выключил take и просто сила вся пропала вот то же самое было вот это состояние над ним нужно работать 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 мне его нужно еще тщательно развивать самое главное что его почувствовал что это не просто голая агрессия это не просто вот кураж а это что-то такое ну что вот действительно дает продуктивность высокую и интересное продолжение разговора у меня всегда после выступлений моих вот люди которые видели меня на в рпф знают от выступались наградили и еле-еле досидел до конца сильно клонит сон после такого состояния разбитости вот и мне тогда нас кирилл сарычев и михаил кокляев позвали на банкет всех кто выступал и мне очень было плохое желание и вообще очень плохо себя чувствовал буквально вот было как такое ощущение что по башке били кувалдой несколько часов подряд я меня климов тогда просто уговорил говорит дима поехали нельзя тоже такое мероприятие надо съездить когда поехал более того и до конца не досидел очень плохо себя чувствовал позвонил сергею моху за что ему большое спасибо он не ночью забрал отвез домой на вот так и так всегда теперь с тобой даже после соревнований я всегда помню я последний два или три уже поймал даже по переписке чувствуется что весь выжатый да да то есть вот пошел туда это ты все да а что самое интересное интересно всплеск получается он же не взрывной какой-то накатывающий да он накатил и или укатил или вот и бахнул и потом уже ушел получается так это как знаешь вот как подводная лодка погрузилась дизельная погрузилась она под воду у него кислород кончается она должна всплыть точно так же и здесь в это состояние вошел она вот конечное какое-то ты его чувствуешь что вот лучше использовать вот на пиковых подходах вот очень на самом деле видно четко вот это вот заметно действительно где бадаренко дмитрий еще говорил говорит вот видно четко вот я взять подходы в киеве 260 вот такой вот диски выходит улыбается лег 200 пожалуй уже только для меня 260 если я тогда уже готов на 300 280 вышел чуть-чуть вот буквально там вот лег на скамеечку штангу принял вот тут вот оп думаешь все поплыл то есть ну чувствуешь все это состояние пожал 300 стоишь возле перед выходом на подход стараешься это состояние максимально аккумулировать максимально себя в него загнать чувствуешь 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 бахты со стороны все головинский пошел жать а я смотрю как смотрю как головинский жмёт головинский пожал все вернулся ура а потом вот так вот и бандаренко кстати тоже помнит дмитрий как я себя тогда чувство после этих трехсот психологически очень и очень и очень был такой подавленный я то мне тогда надо было давать семинар я выхожу у меня аж как наш голос поменялся голос как-то вот значит такой становится хрипотцой какой-то такой стоять сложно спина болит хочется съесть ну то есть вот чувствуется что выложил сыграть ну да